Привет, друзья! Столько вопросов, я постараюсь ответить. Приятно, что между нами такой прямой диалог возникает без средств массовой информации. Расскажите, как у вас с Фёдором происходит творческий процесс? Тоже по-разному. В основном... Творческий процесс. Что такое творческий процесс? Я же скажу, как мне нравится. Знаете, мне нравится иногда посидеть одной на студии. Там много инструментов музыкальных. Можно побрончать на этом, подёргать струну вот этого, поударять в этот, покрутить какие-то синты. И вот в этом поле у тебя собирается какой-то образ постепенно. Ты думаешь, вот хочу вот этот звук, он мне понравился, я его буду использовать. К нему хорошо подходит вот это. И ты такой собрал весь этот какой-то вот неуловимый такой вот дух песни и какой-то некой песни. И вот я пытаюсь его как-то в этот мир реализовать какими-то штуками. И я делаю некий каркас, например. И по нему уже чувствуется, что это будет за песня. Какое у него настроение, какой у него звукоряд, какой у него ландшафт и прочее. И дальше у меня обычно бывает затык с ритмикой. С тем, чтобы это не был какой-то, как я люблю, хорал или что-то такое слишком экспериментальное. И тут я люблю на помощь призывать Фёдора Сволочь. И он приходит и делает ритм-основу, например. Он делает бас. Боже, какие-то тонкости ушла ненужные на самом деле. Он делает много чего. И я делаю иногда ритм и бас. Ну, всякое бывает. Целая серия вопросов, они объединены, можно сказать, одной темой. Вы спрашиваете, как мы придумываем свои песни, то есть откуда рождаются песни. Слушайте, ребята, вот искренне не могу на это ответить, потому что не знаю. Вот любой ответ будет лживым. Вот по-разному, очень по-разному. От моей идеи, от Яниной идеи, от звука инструментов. Единственное, я могу сказать, что очень редко мы... Я слышал, читал о других музыкантов, которые от текста сочиняют. Мы это делаем очень редко. То есть именно от текста, что у нас стихи, и мы сочиним на эти стихи песню. Нет, скорее слова, это последнее, это нечто абстрактное, что мы уже как бы, уже так рихтуем, уже готовую заготовку. Иногда не вкладываем туда слов. Начинаются песни на таком голосолалиях, на таком рыбьем языке. Вопрос такой. Какие имеете профессии, специальности, не связанные с музыкой? Многие музыканты, помимо творчества, трудятся где-то еще. Относится ли это к вам, или музыка поглощает все ваше время? Значит, первая часть вопроса отвечает. Конечно, мы за свою жизнь много кем работали. Могу рассказать про себя. Я выпускал журнал «Бульдозер независимый». Мы организовали вместе с Ильей Козыревым в свое время лейбл «Фуллдозер». Теперь «Фуллдозер» без меня уже давно живет. Ко мне не имеет отношения. Тем не менее, мы издавали там артистов различных. Это еще было в 90-х, в конце 90-х. Я работал в журнале «Фуллз» и дизайнером, и арт-директором, в конце концов, главным редактором. И выпускал этот уже журнал, пока он не закрылся. Потому что, как известно, многие музыкальные журналы закрылись с появлением интернета. Ну вот, в общем, моя профессия, в принципе, журналист изначальная. Я работал много где, особенно в тяжелые времена. И курьером, и грузчиком работал, и на складе работал. Там, я уж не помню, как у меня должность была. И охранником даже работал. Притом мы охраняли с оружием какие-то коттеджи где-то там за городом. И с такими странными людьми общался. Экспедитором работал. Мы возили грузы. И как-то еще в 90-е это была нелегальная отправка грузов. Приезжали какие-то товарные составы, там, не знаю, там, с чем-то. Часть этого состава разгребали, загружали туда, значит, товар какой-то. И закрывали вот другим товаром, чтобы вот так вот. И какие-то бородки в кожаных куртках там, значит, принимали деньги. И я вот сопровождал грузы с водителем до вот этих вот нелегальных куда-то отправок. Но, я так понимаю, в 90-е легально было сложно что-то делать. Ну, в общем, короче говоря, много историй по этому поводу есть. И мне, например, работа, когда я работал в охране, очень много дала. Потому что там изначально, когда ты только устраиваешься, значит, такая проверка тебя на самый отдаленный объект просто в глубину леса посылает. Там такая времянка с земляным полом, с такой печкой чадящей, что дверь нельзя закрыть. Потому что если закроешь дверь, ты задохнешься просто от угарного газа. Поэтому, ну, потому что печка плохо работает. И поэтому дверь такая приоткрытая, земляной пол, наколочено двое таких палатей. И никакого электричества, свечка. А охранять нужно какую-то строительную технику, которую что-то там в лесу разравнивает. Ни одного человека темный-темный лес, просто какая-то просека. И добраться до этой цивилизации невозможно. И забирают тебя на третьи сутки работы. И первый день, я еще Густава Майренка помню, читал, Голем, его знаменитый роман, «При свете свечи». И было как-то жутко, какие-то звуки там. Но потом я адаптировался, целый месяц проработал. И мне сказали, что ты практически единственный, кто выдержал там месяц. Потому что многие сразу начинают выть, типа, переведите на другой объект. А мне стало нравится. Я читаю книги, я сам себе принадлежу, готовлю какие-то бомж-пакеты на этой печке-буржуйке. И при свете свечи читаю любимую литературу. В общем, много есть рассказов и много всего. Яна, кстати говоря, художник. Она много работала в разных издательствах и оформляла книги различных авторов, включая обложки. Но она не особо этим афиширует, не особо этим гордится, этой работой. Но, тем не менее, такой факт в ее биографии был. Сейчас мы с Яной занимаемся исключительно музыкой. У нас как возможность для того, чтобы прожить, дают компьютерные игры и работа над звуком на заказ. Но мы стараемся это делать в том виде, в каком мы можем заниматься творчеством, не больше. Для нас это главное, чтобы мы могли выжить. То есть нет такого момента, что мы хотим больше-больше денег, что-то заработать. Нет, это просто деньги на жизнь. Остальные ребята, где кто работает, я не могу, их, так сказать, жизнь не могу раскрывать. Я могу о себе только рассказать, кем я был. Но, естественно, музыка не приносит в той степени денег, наша музыка, которые позволят жить полностью только концертами. Тем более, ну какие концерты, ребята? Сейчас их отменили все. Считайте, что мы все безработные. В том числе нам с Яной, например, непонятно вообще, как выживать. Потому что мы действительно так или иначе концерты давали нам какую-то подпитку хотя бы для того, чтобы продолжать заниматься музыкой. Покупать инструменты, делать записи и снимать клипы. Нет сейчас концертов, как дальше заниматься творчеством? Огромный вопрос. Я думаю, очень многие музыканты в такой же ситуации оказались. Еще вопрос такой, тоже отмеченный большим количеством лайков, значит, прочту его. В своем интервью, которое выложено здесь в группе, вы, отвечая на вопрос про выражение мыслей в музыке, отвечаете. Музыка, на мой взгляд, не должна выражать каких-то мыслей. Однако в новом альбоме, в песнях видны отчетливые тексты на русском языке со своим смыслом. Вы изменили свою точку зрения? Если да, то почему? Если нет, тогда почему решили прибегнуть к словам, а не к словоподобным звукам, как было на предыдущих двух альбомах? Э-э-э, о чем? Ну, во-первых, в предыдущем альбоме были, конечно же, песни на русском языке. Я не знаю, может быть, это писал слушатель, не очень хорошо знакомый с нашим творчеством, но мы, конечно, всегда с самого первого нашего альбома, где поет Яна с альбома «Пустота», у нас были песни на русском языке. Даже в «Пустоте», там «Пустота», «Алтея», ну, огромное количество песен. В последнем альбоме «Ветви», собственно, песня «Кукушка», «Белый город». Но это совершенно никак, отвечая на вопрос, это совершенно никак не перечеркивает ту мысль, которую я высказывал, мы все придерживаемся, в том, что какой-то смысл в таком смысле литературном, музыка, она в принципе не должна содержать. Музыка – это передача состояния. И тексты, которые вы видите, это тоже передача состояния посредством определенных мыслеформ. Это некая... Ну, я всегда ценил больше всего в текстах абстрактность, возможность максимально широкой их трактовки. Не конкретно там, как поют, я туда пошел, посмотрел вот туда, и моя жизнь хороша. Ну, как вот эти все, я не знаю, русские рокеры в классическом смысле, при том, что многих я из них уважаю, но это другой, что ли, посыл. И мне интересно, если человек говорит, что вот в новом альбоме ему понятны тексты, о чем там конкретно идет речь, может быть, расскажете нам. Потому что даже мы с Яной, те, кто сочинили эти песни, у нас разная с ней, разная точка зрения о том, о чем это и как это. И в разное время по-разному мы сами воспринимаем собственные песни. Спрашиваете про то, значит, такой вопрос. Было интересно смотреть ролики о жизни группы на вашем канале Телл Лайв. Планируете ли вы дальше вести этот канал? Друзья, да, кто не в курсе, значит, это у нас такой отдельный есть YouTube-канал, где мы делали попытку блога о жизни группы, о съемках, в смысле о записи музыки, о поездках на фестивали, разные наши события в виде такого YouTube-блога. Но мы уткнулись в том, что у нас нет своего фотоаппарата, и делать качественно это очень долго, очень много времени отнимает, и тем более брать в аренду какую-то технику. Если мы когда-нибудь накопим деньги на аппаратуру, мы, возможно, продолжим этот блог. Тем более сейчас как-то прекратилась деятельность из-за пандемии, мы никуда не ездим на фестивале, все концерты отменены. И сейчас как-то смысл этого блога отпал, но очень приятный вопрос, потому что я лично в него огромные силы в этот блог вложил. Я сам монтировал, сам снимал, даже приобрел какой-то свет для съемок. И очень обидно, что это начинание заглохло, потому что, в общем-то, наверное, не понадобилось бы вот этого нашего с вами интервью. Вы бы все знали из этого блога, как мы живем, о чем мы думаем. Но не всегда есть возможность. Сейчас мы, например, снимаем на телефон, и тут более-менее нормальное освещение. Если снимать дома, на нашей точке, там совершенно качество такое получается, что не хотелось просто подобное вставлять в блог. Так что просто ждем, ждем. Я надеюсь, мы вернемся. Да, хотел сказать про краудфайдинг, который мы впервые, даже не краудфайдинг, не знаю, как сказать, сбор средств, которые мы объявили. И вы нам очень помогли, на самом деле. Спасибо, ребята, каждому из вас, независимо от того, кто сколько скинул денежек, эти деньги помогли нам закончить альбом, расплатиться с долгами и сделать физические CD. Потому что ситуация была дико неожиданная. Мы планировали тур, у нас были гастроли, включая там и Прибалтику, и Калининград, и Урал, и Сибирь, и расписаны города, и кое-где были уже вывешены афиши, и даже продавались билеты. И в какой-то момент сказали, все, там закрыты границы, потом отменены массовые мероприятия. А у нас этот момент, мы пять лет писали альбом, и это не проходные концерты, а именно презентации, в котором шли уже репетиции, были сделаны песни, было сделано очень классное, визуальное представление этих песен, не буду раскрывать секреты, просто вот все это было готово. И тот момент, когда нам говорят о том, что не будет никаких концертов, и неизвестно до сих пор, вот сейчас я вам рассказываю, неизвестно, когда они будут, конечно, был шоковым, потому что, ну, почему не два года назад, почему именно сейчас, когда мы выпускаем альбом, и, конечно, мы влетели на огромные деньги, и до сих пор, кстати говоря, мы продолжаем сбор, потому что долги, те долги, которые у нас накопились за период записи, мы до сих пор не смогли до конца с ними расплатиться, и буду благодарен, если вы нам как-то поможете по мере сил. Вот. Вопрос такой, тут написано, что собираетесь ли вы продолжать сбор средств на следующие какие-то записи и на выпуск винила. Насчет винила, ребята, точно ничего не могу сказать определенного, потому что винил, он в Европе печатался, точнее, в Лондоне, и сейчас все границы перекрыты, и, соответственно, никакой возможности его напечатать нет, и сюда привезти нельзя. Потому что его энтузиасты, там наши помощники, возили через Финляндию маленькими порциями, потому что, ну, невозможно привезти все эти пластинки. В общем, короче, насчет винила, я сам хотел бы виниловую пластинку нового альбома «Волчья ягода», но на это не могу ответить. А вопрос насчет следующих записей, будем ли мы какой-то сбор, и все такое, ну, посмотрим. Сейчас бы, вот, сейчас же мы выпустили, наконец, альбом, ну, какой еще новый альбом? Давайте с этим разберемся, и я надеюсь, что мы к этому вот нашему альбому «Волчья ягода» еще снимем клип. У нас есть классный сюжет, даже два сюжета для двух песен. Если будут возможности и какие-то силы, и, может быть, карантин как-то уменьшится, что мы можем передвигаться, иметь возможность передвигаться, то мы, конечно, будем продолжать снимать видео. И очень хорошо, кстати, спасибо вам за отзывы о клипе «Лес», потому что мы его снимали, кстати, здесь, недалеко, в этих краях, и очень переживали за то, как это получится. Но вы приняли эту работу, и мы продолжим. Спасибо. Что можно посоветовать начинающему вокалисту? Ну, люди все очень разные, и, конечно, я бы, если советовала, то желательно, конечно, знать человека поближе, кому я это все советую. Но в общих чертах, в общих, да, то я считаю, что вокал такое... В общем, вот смотрите, какой внутри человек, что он чувствует, что он переживает, сколько он знает, сколько он читал, слушал, чувствовал в этой жизни. Все это есть в его голосе. Так или иначе, как бы он прекрасно не пел, он это может быть скучно слушать, хотя все будет красиво, вроде бы. Ну, потому что посыла какого-то нет. Я говорю только о своем мнении. А иначе так. Для меня важно, чтобы какая-то была, знаете, философская, подоплелковая вокала. То есть это не просто свисток, который под напором подается в воздух и вылетают какие-то ноты просто так, бездумно. Все это для чего-то же делается, правильно? Вот. То есть, конечно, значит, первый совет — это саморазвиваться, просто читать книги, смотреть фильмы, много музыки слушать, разных стилей обязательно. То есть, второй, значит, совет такой. Что мне вообще помогло, это то, что я записывала себя на кассету, еще тогда кассеты были. я ставила Лизу Джерард, я ставила какие-то лайбы, у них есть хоровые штуки, я ставила еще много всяких людей и пела параллельно с ними и записывала себя, свой голос и слушала. И это было совершенно ужасно, то, что я слышала там. Я понимала, насколько я далека вообще от того, как я хочу звучать. и я снова ставила кассету, снова пыталась повторить этот чей-то там вокал и снова, и снова. И, в общем, какие-то приемы, они у меня отработались таким образом. Что-то в своей жизни я получила, просто читая про вокал, много-много разных статей, начиная от Станиславского, неожиданно, да, всякие какие-то оперные темы, там, много можно найти про дыхание, это очень важно, про постановку тела даже, какие-то интересные вещи, каждый для себя выбирает, что ему важно, что именно его организм на чем может выиграть, а на чем проиграть, ставить себе там галочку, вот мне важно следить за дыханием, потому что там, потому-то, потому-то. Третье, я бы посоветовала каким-то образом пойти к какому-нибудь хорошему преподавателю вокала, потому что неожиданно это много тоже мне дало, что же мне это дало. чужой взгляд на мой вокал, который вот прямо мы препарировали до мельчайших вообще секундных ноточек, рассматривали там под лупой с каких-то со всех сторон, это было необычно, ну и что-то мне дало. Спрашиваете советов, очень многие спрашивают советов начинающие музыканты, что я посоветую, как развиваться, как работать с вокалом, в том числе и ко мне вопросы не только к Яне про вокал. Я действительно очень много работал с вокалом и с вокалистами, но дать такой глобальный ответ всем вам, как быть, я не знаю. Единственное, что я могу сказать, что музыка это всегда отражение нашей жизни. Если ты в жизни живешь неинтересно, не интересуешься новым, не путешествуешь, не растешь над собой, не преодолеваешь какие-то препятствия, то ты и в творчестве будешь скучным музыкантом и скучным человеком. То есть это все очень взаимосвязано, просто развивайтесь. Что касается каких-то уже конкретных вопросов, тут звучали вопросы типа про аранжировку песен и все прочее, у меня даже были мысли, может быть, выбрать два-три коллектива и вести их, помогать им, продюсировать. Не знаю, хватит меня на это, буду я это делать, на каких условиях, так или иначе, но возможно. Так что, если что, присылайте свои демо, какие-то свои идеи, я всегда стараюсь ответить, особенно музыкантам, людям творческим, искренне нахожу на это время, присылайте, обсудим, потому что каждая творчество, оно уникальное, нельзя дать такой общий совет для всех. Про вокалистов, я надеюсь, Яна расскажет там, как что. Единственное, я могу сказать, что вокалисты, это чтобы голос беречь, это всегда глобальная дисциплина, целый путь самоограничений, лишений. Там группа на гастролях гуляет, значит, вокалист дома, в смысле, не дома, в гостинице отсыпается, группа там решила, там, съесть мороженого, не знаю, выпить там крепенького, вокалист сидит спокойненько, сушит ласты, так сказать, понимаете, то есть, голос, это такая тонкая вещь, ты чуть устал, чуть не выспался, все это отразилось на голосе, ты в плохом настроении, это отразилось на голосе, у тебя что-то не так в жизни, это отразилось на голосе, там, ну, огромное количество нюансов, и поэтому вот вокалист, это человек дисциплины, дисциплины, человек привыкший к самоограничениям, если вы думаете, что вот я буду вокалистом, у меня будет классный голос, я буду там ездить, тусить, где хочу, там, не высыпаться, там, выпивать, курить, это заблуждение, есть, конечно, какие-то примеры, но в основном эти примеры отрицательные. А насчет того, хочу ли я преподавать вокал, начать, да, я думала об этом, мне это интересно, мне интересно было бы открыть в каком-нибудь человеке какие-то потаенные комнатки, помочь ему их раскрыть и увидеть это чудо, просто рождение каких-то новых, новых миров. но это достаточно сложно, это надо мощно подготовиться, но я думаю, в ближайшее время, ближайшее, я имею в виду, год-два, я сделаю некую программу и попробую взять кого-нибудь и поэкспериментировать на нем. Нина Фирсова спрашивает, о чем был альбом «Темнота», который мы не выпустили, да, у нас есть такой альбом, который мы писали-писали и собирались его доделывать в Венесуэле, даже там связывались с венесуэльскими звукорежиссерами, писали колокола, по-моему, собора Святой Марии или как-то там собор называется, но в результате у нас было только концертное воплощение нескольких песен, среди них песня «Темнота», которая, по-моему, никуда не вошла ни в один альбом, вот такой альбом, и вот Нина спрашивает, о чем он был, ну как о чем, а о чем наш последний альбом, в смысле концепции там какой-то, наверное, он был посвящен, значит, вот чему, я вспомнил, есть такое у индейцев в Южной Америке, в Венесуэле, в Бразилии и так далее, есть ритуальное принятие различных галлюциногенов, там, айохияски и грибов, и там даже есть лягушка, которую, если полизать, какой-то эффект, но это, естественно, они делают в ритуальных целях, и до начала прошлого века к этому европейцы совершенно были не допущены, это абсолютно религиозное таинство, преображающее человека, это процесс инициации, и так далее, и так далее, и так получилось, что, когда пришло христианство, как известно, христианство было навязано большей части Америки, как Южной, так и Северной, где огнем и мечом, где подарками и обольщением, но, тем не менее, христианство в отдаленных уголках, и это факт, таких вот джунглей, особенно Южной Америки, оно претерпело очень странные метаморфозы, само христианство, которое туда было внедрено, оно там прижилось, но прижилось наравне с ритуалами, которые были у коренных народов, и, собственно, там есть отдельные церкви, в которых люди совершают вполне католические какие-то молитвы и принимают галлюциногены, и нас настолько вдохновило эти сведения и так далее, потому что в этом есть, наверное, какая-то сущность всей нашей музыки, вот то, что мы называем бастардизировать, мы, бывает, сочиним какую-нибудь заготовку, она такая кажется, ну, не знаю, там, попсовой или, наоборот, слишком андеграунд, мы такие, давайте мы ее бастардизируем, и вот то, что в результате вы слышите, это такой бастардизированный вариант некоторых наших идей, и, собственно, вот идея бастардизации, то есть вот такого гибрида всего, что получается что-то новое, абсолютно уникальное, вот в этих сведениях о принятии галлюциногенов в рамках католической церкви в джунглях Амазонии, это просто чистый концепт нашего творчества, и мы, вдохновившись этим, решили записать альбом «Темнота», собственно, и связались там с ребятами, они записали нам колокола одну из этих церквей, жуткие совершенно, так далее, так далее, а потом в Инициэле какой-то очередной, сейчас уже там десяток был кризисов, но очередной кризис случился, у них там их местные песцы, или какая там у них валюта рухнула, значит, все там обрушилось, какая-то революция, режиссеры эти перестали выходить на связь, и альбом сам собой загнулся. У нас еще есть в самом нашем прошлом, еще один потерянный наш альбом, это «Зверинец» Крафта Эббинга, альбом, который был полностью записан, и мастер-ленту, которого я потерял при одном из переездов, или что-то такое, и все, то есть он просто исчез, целый альбом группы, и его есть один поклонник, который периодически спрашивает, ну что, он не нашелся? Нет, не нашелся, отвечаю, к сожалению, но так бывает, это интересный такой момент из нашей истории. Спасибо за вопрос, мало кто помнит на самом деле о том, что у нас такое было. Вот такой вопрос, будут ли еще посвящения Джону Белансу и либо Яну Никитину, а могу сказать, что вот совсем недавно опять который раз полистала книгу, вот такую «Избранные тексты» Ян Никитин. Очень мне всколыхнуло все мои воспоминания, и захотелось действительно сделать что-то еще в память об этой группе «Театр Яда», чтобы она не канула в лето просто так, чтобы немножко, ну как-то посодействовать явлению ее еще раз в этом мире, в это время, в этой действительности. Есть еще очень много ценных для нас групп и людей, которых бы мы хотели воскресить ненадолго посредством своего творчества. И, конечно, мы об этом постоянно думаем, и как только что-то воплотится, это сразу будет явлено вам. Вы спрашиваете про каверы на Джона Беланса или вот то, что Ян Никитин, мы делали наш друг из проекта «Театр Яда». Будут ли еще они? Ну, слушайте, это такой вопрос с каверами. Нам в свое время предлагали сделать кавер на БГ, мы даже выбрали его песню, такую на рыбьем языке, ом-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-фи-фи, ху-ху-фи-фи, там что-то он поет. Это самая его лучшая песня. Но все равно подумали, ну, как-то это не знаем. Ну, Борис Борисович сам по себе, мы сами по себе не будем вмешиваться в его святотейшество. С Летовым похожая история. Нам тоже предлагали принять участие в трибьюте гражданской обороны. Мы очень любим Летово. Это наш, ну, не знаю, духовный отец, можно сказать, сильно повлиявший на нас вместе, наравне с Янкой Дягилевой. Но как к святому, как мы вот тут, ну, я не знаю. То есть это будет все равно бледная копия, когда оригинал настолько великий, когда оригинал настолько глубокий. Это должно быть что-то такое. То есть я, например, не хочу обидеть поклонников Койл, но никогда никакого пиетета ни к Джону Белансу, ни к Койл не испытывал. Мне нравилась эта группа. Но именно пиетета какого-то, не знаю, религиозного чувства у меня нет. Ну, простые музыканты, ребята. И так и оказалось. Мы выпили вместе водки, когда он приехал, оценил кавер. Мне это было приятно. Но мне было проще с этим работать. Нам проще работать с материалом, к которому мы не относимся столь трепетно. А Ян Никитин, который, ну, просто, это совершенство театра Яда. И то, что их музыку сейчас уже не знают, не помнят многие, не знают, что это за проект, мне удивительно, потому что это величайший проект нового времени. Вот трагическая его гибель оборвала. Как сделать на него кавер, на его уникальную манеру, это будет просто бледная копия издевательства. Так что, может быть, придет что-то. Вот придет какое-то, как было с некоторыми вещами. Но это, оно откуда-то приходит. Вот так вот сознательно, сколько раз мы не пытались, не получалось. Что-то тут, на самом деле, весьма похолодало, пока я с вами тут вам рассказываю все. Вообще жуть какая-то. Солнце заходит. Сейчас я переоденусь. Ой, спасибо. Оба, не знаю, в зеркало смотреться не буду. Так что, если что, не серчайте. Значит, следующий вопрос. Их много. Кто автор текста песни «Камень, снег и металл»? Эту песню сочинил я. Это полностью мои стихи, как и песню «Секреты» на альбоме. Остальные, по-моему, песни либо Янины, либо наши совместные. Песня «Шуми», «Я сочинил куплет». Да, я сочинил куплет «Яна припев» и так далее, так далее. То есть, ну, мы так всегда гибридно сочиняем. То есть, в каких-то песнях «Будем жить» — это там в основном мои слова, да, в песне. В какой-то песне, там, например, «Белая» это полностью Яна сочинила. Ну, вот если из старых альбомов брать, так и тут, тут по-разному у нас строились отношения с текстом. Где-то была Янина, ну, допустим, если брать «Камень, снег и металл» конкретно, вот про то, что вы спрашиваете, Яной придумана была гармония и мелодия, ее голоса, просто без слов. Я ее слушал, и у меня родился определенный образ, определенный текст, который потом Яна спела. То есть, естественно, голос был первостепенен. Как я сказал, мы никогда не исходим из текста. То есть, ну, вот такой ответ. Есть ли у ваших музыкантов сайт проекта? Если есть, расскажите про них. Ну, у нас каждый из музыкантов, допустим, Серега, барабанщик Серега Смирнов, у него там куча каких-то проектов в разных стилях. Названий я всех его проектов не помню. Даже на его дне рождения играл с ребятами, ну, я забыл, Серега... Арифметика. Как? Арифметика. Арифметика. И да, у него есть проект Арифметика, где он не играет уже на барабанах, а читает хип-хоп. Представляете, наш барабанщик. Ну, это круто. Ребята все очень разнообразные. Яна пела в огромном количестве проектов, типа там Шиван Эксайл, у нее свой проект был Самка, она принимала участие Соли Лукоя пела с театром Яда, в каком-то гигантском количестве приглашенных была вокалисткой, но в результате все-таки для нас основной, это, конечно, Теодор Бастард. Я продюсировал какое-то количество проектов, и ко многим из них отношусь до сих пор с теплом, и выступал в составе, допустим, есть такой электронный московский проект, уже культовый, такой старейший проект «Виды рыб». Я ездил на гастроли, как один из участников видов рыб в Ижевск, и для меня это тоже очень многое дало. И играл с группой «Снега» там в каком-то треке, и так далее, и так далее. Но это все вот такие разовые акции. Конечно, основное время – это Теодор Бастард для нас. Плавно переходим к следующему вопросу. Почему я упомяну, меня спрашивают, почему я упомяну, что мало так приглашенных музыкантов на нашем альбоме «Волчья ягода», для них будет, это цитата моих слов, травмирующий опыт. Дело в том, что у нас не всегда линейно и понятно происходит творческий процесс. И часто очень люди такие дисциплинированные, пришедшие со стороны, из каких-то других репетиций, где все очень просто и понятно, они поначалу тихо выпадают в осадок, типа, как у нас это происходит, что они придумали заготовку, вот, я молодец, круто, проходит неделю, мы говорим, нет, все-таки это было не то. Почему вы сразу не сказали, я потерял время? А мы сами, не то, что мы к людям так жестоки, мы сами к себе такие же. У нас этот процесс всегда долгого выбора, осмысления, или мы можем там на репетиционной базе, на студии от стенки к стенке ходить, биться просто головой, и думать, как это придумать что-то, или уходить в какую-то молчанку на два часа. И человеку в какой-то момент начинает наносить эту душевную травму. Он говорит, ну, то есть, я так не работаю, я так не умею, или там, мое время стоит денег. Есть такие люди, но мы с ними обычно прощаемся и перестаем работать. Таких было, к сожалению, много в нашей истории. А есть просто приятные люди, хорошие люди, которых мы ценим как музыкантов, они хотят с нами работать, но бывает после таких придумываний с ними портятся отношения, потому что они думают, что мы какие-то законченные психи. И мы стараемся после этого, ну, как-то ограждать этих хороших людей от нашего вот этого пагубного влияния. Очень мало людей способны были переносить вот эту нашу атмосферу творчества. И один из этих людей, к сожалению, ныне покойный, это Ян Никитин из Театра Яда, потому что он абсолютно вот с нами был в одном резонансе, и мы так друг друга узнали, так почувствовали. Это, конечно, да. Но это огромная редкость, когда с человеком вот можно так работать. И на самом деле наш коллектив, который сложился сейчас, это тоже процесс вот такой, когда к нам приходили музыканты, с кем-то мы работали, и большинство людей просто перегорали у нас, потому что я осознаю, насколько им тяжело в нетипичной обстановке, то есть где нет вот каких-то правил, вот нот, какого-то расписания. Сегодня я придумал партию, завтра ее играю, и никак от нее не отступаю. У нас поменялось настроение, мы хотим другого, или ощущение, или внутренняя концепция. А человеку кажется, ну что, как же так? Ну, в общем, это вот ответ на ваш вопрос насчет совместных каких-то работ. Но это не значит, что мы ни с кем не будем работать, но постараемся их оградить от душевной травмы, а то, может, какого-то исполнителя вы любите, а потом почувствуете, что что-то с ним не так, и никогда не будете знать о том, что он на самом деле просто побывал пару месяцов на репетициях Теодор Бастард, понимаете, и душевно как-то изменился. И мы не хотим так менять людей в такой степени. Спасибо за вопрос про самку, это очень приятно. Меня он очень удивил, потому что это очень старый мой проект. Я его создала, чтобы экспериментировать с какими-то музыкальными программами, и это было на заре моего занятия музыкой, и такое поле для экспериментов. Тем не менее, было издано сколько-то треков в каких-то дисках, приложениях к журналам и прочее, и это мне тоже очень приятно. Но он себя исчерпал для меня. Мне сейчас интересно работать с музыкантами, которые играют на интересных этнических инструментах. Мне нравится исследовать народную музыку. Наши планеты вообще никак не связаны географическими, никакими точками, совершенно любую. И пока что мне это интересно, и я пока вот в этом мире обитаю. А самка давно в прошлом, все, забыли. Только вперед. Опять вопрос про коллаборации. С кем мы хотим выпустить или записать альбом иностранных или наших исполнителей, и так далее, и так далее. Да сложно сказать. Ну вот это, это ж такая тонкая материя, с кем там хочется там вместе, не знаю, улететь в нирвану. Это очень, с одной стороны, интимный процесс. То есть практически вот ближе некуда. Это такое сочинение альбома для нас требует такого душевного взаимопроникновения, что не каждого человека туда пустишь. И не каждому напросишься. Это как, я не знаю, я не знаю, про что можно еще более интимное спросить. Даже секс не так интимно, как запись альбома. Понимаете? То есть это... Поэтому хотеть этого, это какие-то, не знаю, нездоровые фантазии. Мы хотим просто заниматься музыкой в том составе, который сейчас у нас есть. Он самый для нас выстраданный, самый любимый. И Катя Долматова, наша бэк-вокалистка, и Серега Барабанщик, и Кусас Перкусянист, и Леша Клавишник. Всех мы так или иначе встретили. Или они нас нашли, или мы их нашли. И вот вместе мы как команда сложились, пройдя буквально огонь, воду, медные трубы. И лучшего не могу пожелать. И Слава Саликов, наш самый новый участник, велончелист. Хотя мы искренне любим, и до сих пор переживаем, что Илья Карташов, наш предыдущий вокалист, не с нами, потому что его дирижер не отпускает. Кстати, фи этому новому дирижеру. Но тем не менее, Слава с нами стал играть, и стал осваивать новые инструменты, в том числе этнические, смычковые инструменты, что очень круто. и влился в коллектив. Это тоже удивительное чудо. И он был оператором, Слава Саликов, наш велончелист, новый, был оператором в клипе «Лес». Ну вот, ну как таких людей не любить? О ком еще можно мечтать, кроме них? И я хочу им сейчас, пользуясь возможностью, передать огромное спасибо. за то, что они с нами и терпят нас. Константин Филатов спрашивает, в начале 2000-х у вас уже была определенная известность в Европе, но дома о вас знала очень небольшая часть аудитории. По состоянию на тот момент, хотелось ли вам аналогичного признания на родине, или этот вопрос вторичный? Ну, конечно, на родине, когда любят свои люди, говорящие с тобой на одном языке, это самое прекрасное и самое ценное, что может быть для музыканта. Но при этом, конечно, Европа, и поездки по Европе, по Германии, прежде всего, Бельгии, вот то, что были первые наши туры, нам очень многое дали, дали уверенности в себе, то, что наша музыка, когда мы приехали из России, и мы нас даже в клубы не брали, понимаете? То есть мы там относили эти демозаписи, а нам говорили, ну это какой-то неформат, ребята, вы чего? Ну там, сочините что-нибудь нормальное, что это за какой-то странный звук у вас? Да, и мы... Как бы мы в себя не верили, когда такое получаешь количество отказов, таких комментариев, как я сейчас понимаю, комментариев от очень, ну, как бы, незначительных людей, на которых нельзя обращать внимание, ну какие-то арт-директора где-то там сидят, что-то там кого-то судят, но ты молодой музыкант, ты не можешь на это не реагировать, и в определенный момент у тебя просто заканчивается запас веры в себя, но я вам могу сказать, не должен он заканчиваться, но у нас он был на грани, мы там... И вдруг нам предлагают первые какие-то гастроли, кто-то услышал наши демо, нам оплачивают дорогу, это была Бельгия, вот, Брюссель, там несколько залов, и мы видим, как нас слушает иностранная аудитория, как она нас принимает, и никто на нас не смотрит, не тыкает пальцем, вот уроды, как это было на родине, когда нас просто не брали даже в бар сыграть, да, а там мы выступаем, выступали первые же гастроли, у нас сборная солянка была, но тем не менее, нас пустили на сцену, лес, холл, у них такой зал, в котором до нас, до этой солянки, за день играла группа Пласибо, ну, для нас это как бы было, ну, не знаю что, и мы приехали просто уверенными в себе, это очень многое дало, и на удивление, вот так в России, это очень обидная русская черта, на нас стали смотреть, а, за границей их слушают, тогда мы их возьмем, то есть, именно признание за границей сыграло большую роль для нашей карьеры в России, и это очень обидно, ребята, вы что слепые, вы своих можете только после того, как европейцы их приняли, принять, и на самом деле, сейчас другими группами подобные процессы происходят, и это очень несправедливая ситуация, ну, конечно, с другой стороны, мы рады, что вас здесь уже значительно больше, чем наших слушателей в Европе, в Европу мы ездим реже, хотя любим там выступать, но тем не менее, есть люди, которые приняли нас здесь, это вы, я сижу здесь, и рассказываю вам, отвечаю на ваши вопросы, но это же круто, о чем еще мечтать? Значит, вопрос про наши путешествия, про то, что мы рассказываем про историю песен, как я там шел там по зимнему лесу, и все прочее, вы спрашиваете, почему нет фотографий, давайте публикуйте фотографии из ваших путешествий, я, во-первых, часть путешествий я публиковал фотографии, но самые какие-то интимные такие переживания, я не считаю нужным фотографировать, я просто, на самом деле, когда я начинал путешествовать в 18 лет, ездил автостопом, ездили мы там и в Болгарию автостопом, и до Турции добирались, и вокруг Черного моря, и куда-то в греческую деревню, и все это много-много дней жизни на обочине, и так далее, я никогда не брал с собой фотоаппарат, никакого телефона там с камерой, тем более не было, вообще не было телефона сотового, и не было такой необходимости что-то снимать, все это оставалось как бы в рамках воспоминаний, и потом, когда я стал ездить в походы, первые годы, я тоже ничего не фотографировал, мне казалось это не таким важным, потом стали уже родные, близкие, все спрашивать, нужны какие-то фотографии, я их делал, но вы представьте, да, у вас какое-то духовное озарение где-то там в лесу или в горах, вы в момент это достаете фотоаппарат и начинаете фанатично фоткать, это какая-то болезнь нашей цивилизации, почему так тяжело нашей группе дается там инстаграм, я его пытаюсь вести, прошу нашего директора Дениса Князева, но у нас это, это нам не свойственно, вот это вот какое-то постоянное визуализация, это, я понимаю, что это система современного маркетинга, это нужно для группы, это типа работа музыканта, ну в этом, согласитесь, есть что-то на самом деле противоестественное, какие-то моменты должны оставаться где-то там, какие-то, как вот говорят, в оффлайне, вот многие вещи, и давайте, я очень вам желаю, чтобы и у вас какие-то вещи были в оффлайне, только известные вам или какой-то узкой группе людей, и это, ну, важно, сейчас, вот так называемого оффлайна, все меньше и меньше, пусть он у вас будет, пусть будет у вас своя какая-то жизнь, о которой вы можете рассказать, но не показать. Насчет религии, принадлежу ли я к какой-либо религии, могу сказать, что на данный момент нет, когда-то давно я даже немножко ходила в христианскую школу, совсем чуть-чуть, но это оставило очень много какую-то область добра где-то там у меня в голове, но это тоже уже в прошлом, и по некоторым причинам все это было забыто и оставлено. И мне нравится изучать религии народов мира, я вижу много общего в разных религиях, вплоть до символов, насколько они похожи, перекрещиваются, пересекаются, что все в итоге приходит к чему-то одному, поэтому принадлежать какой-то конкретной религии мне неинтересно, можно сказать, я принадлежу к добру, который есть во всех сразу религиях. Зачем русские слова и названия треков пишите латиницей, а не перевод русских слов на английский, например, Theodore Bastard, Wolfberry, что значит Волчья ягода, было бы тоже неплохо. Нет, я не считаю, что нужно какие-то вещи, вот Волчья ягода, мне нравится, как звучит именно, и что нам пустота, альбом нужно было называть Emptiness, там, нет, ну, это не круто, я, какие-то у нас есть названия на английском, там, Morning of the Gone и так далее, но пусть они будут латинец, пусть этот человек, который читает эти латинские буквы иностранец, Волчья ягода, ну, классно, ну, классно звучит. Спрашивает Александр Поляков, ну, длинный вопрос, суть его такая, что какое жизненное событие, произошедшее с вами, сделала Theodore Bastard той музыкой, какой она есть, самое сильное, самое потрясающие жизненное событие. Ну, Александр, у нас же несколько человек, у каждого эти события свои, и не всегда это какое-то большое событие, которое все меняет. Бывает это такое количество маленьких событий, которые меняют человека изнутри. Меняется человек, меняется его творчество, чем бы он ни занимался, то есть это неизбежно. Для меня это было открытие, может быть, себя как человека, который комфортно себя чувствует в лесу, потому что изначально, я там до 18 лет, я был городским жителем, убежденным, не ходящим в походы, отрицающим все это. Мне было очень интересно городская эстетика, вся эта реальность, и потом постепенно я преодолел как-то себя, полюбил природу, пребывание на природе, полюбил себя в природе, потому что любой человек, который остается один на один с лесом, с любой дикой природой, он открывает себя. Это странно звучит, но те, кто это чувствовали, они меня поймут, потому что, в принципе, вот это одиночество в лесу или даже в маленькой какой-то компании, когда ты остаешься вот на один на один с тем естественным миром, который, в принципе, здесь был до нас и останется после нас, потому что город, это искусственная среда, он сделан, чтобы мы забыли обо всем, как эта среда нам типа удобная для существования, но он, это временное такое явление. А здесь, когда ты находишься в этой естественной среде, ты совершенно по-другому начинаешь сам себя воспринимать. И это очень важный урок. Даже те, кто не любит быть на природе, не полюбят, все равно он важен. Я бы советовал человеку так или иначе, хоть раз, переночевать, побыть одному в лесу, там, две-три ночи, сходить куда-то, послушать свои страхи. Очень много пробуждается страхов, не того, что там тебя серенький волчок-забачок. Забачок просто бывает, боишься сам себя. Большинство людей современной цивилизации не знают сами себя. Это удивительно, ребята, но это так. И многие доживают до преклонных лет и не знают себя. Не на столечко. Я не говорю, себя познать, это как познать вселенную. Полностью невозможно. Но расширить познание себя и благодаря этому познание мира очень важно. И очень немногие до этого доходят. А это дает что? Одиночество, самоограничения, какие-то лишения. Здесь был такой вопрос. Какое событие в жизни повлияло и, как же там сказано, произошедшее с вами сделало Тодор Бастер той музыкой, какая она есть. Но я хотела сказать, что для меня это вся жизнь целиком, со всеми ее событиями, со всем, что случилось, со всем, что могло случиться и не случилось. и это не обязательно позитивные события. Это бывают и какие-то грустные события, промахи и прочие, крушения. Все это вместе и является той самой, знаете, копилкой в пустоте некая волшебная область в огромном черном космосе, из которой можно бесконечно черпать идеи, силы для не только творчества, но и просто существования вот в этом теле, в этом сознании. Да, пожалуй, вся жизнь целиком. Очень тронула композиция с альбома нового «Секреты», говорит Константин Третьяков. Очень красиво, и назревает вопрос, кому обращена песня. Яна просит кого-то прятать все секреты земли, отдать их ей, о каких секретах идет речь, что послужило вдохновением. Значит, песню, текст песни «Мой». Он делался, эта песня одна из первых, которая планировалась быть включенной в альбом. Альбом был изначально идея, посвященная детству, мистики детства, мифологии детства, этнографии детства. Этнос, в данном случае, это дети, как такой народец маленький. Ведь так, это реально есть на эту тему научные исследования. Но, естественно, песня, у нас вообще очень часто в песнях используется язык, детский язык. И какие-то вещи, почему меня покорила фраза поэта, да, «Лес отпевает принцесс», которую Яна вытащила, эту цитату, и мы вокруг этой цитаты, по сути, сделали целую песню. Потому что в этом есть такое детство, «Лес, принцесс». Кто такие принцессы? «Принцесса» — это же, ну, там, любой там отец, там, дочку называют принцессу, с одной стороны. С другой стороны, «Принцесса» — это что-то такое, какое-то душевное состояние какого-то, ну, любого ребенка, девочки, да. Что значит, ну, то есть, это как вот Калугин, Сергей Калугин, знаменитый исполнитель, мне написал, Федор, какая бездна смысла в этой фразе, когда он послушал эту песню. Спасибо, Серега, вот поэт, услышал поэта, это очень круто. Многие считают, что это какая-то смешная рифма. То же самое в секретах. При кажущейся детскости эта песня говорит о очень серьезных вещах. То, что кому, к чему призывает Янова, о чем смысл песни, я не буду вам расшифровывать. Я бэкграунд наметил, но я не буду лишать вас удовольствия, открытий, навязывать свою трактовку. Эта песня уже не моя, она ушла. Она не Янина, ничья. Она ушла уже в мир к вам. Разбирайте на косточки ее, смотрите, что там в этих секретах. Разрываете вон землю, смотрите, что там, стеклышко, косточка, или как здесь, вот все здесь на Карельском перешейке усыпано этими патронами, ржавчиной и костями. Тоже чьи-то секреты здесь в земле. Думайте, решайте сами. Очень такой сложный вопрос. Алексей Макаров спрашивает, как Яна и Федор относятся к психоделикам. Ну, ребята, вы же знаете разные статьи о пропаганде и прочее, и сложно, ну, это сложный вопрос, тоже интимный. Я единственное могу сказать, что существует такая миф такой, типа, кто-то смотрит наш первый клип, там, пустота, я помню, пишет комментарий, что они курили, или там клип какой-нибудь, там, лес тоже пишет, ну, это наркоманы. Ребята, ну, такие вещи, вообще творчество не придумывается под наркотиками. Такого не бывает. Это иллюзия, что кто-то укурился и что-то сочиняет. В основном, это другое состояние. И я считаю, конечно, что любые вещества, даже самые опасные, они должны быть разрешены, потому что право человека впихать в себя, что он хочет, это его право. Право удавиться, право улететь в космос, право отравить себя любым способом. Единственное, что могут там сделать государства или кто-то, кто пытается ограничить, просто разъяснять. Вот это хорошо, это плохо, от этого будет это, будет это. Я заполнил легалайз всего, что может человек сделать себе. Как Бакунин говорил, твоя свобода, она заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Вот пока ты никого не трогаешь, делаешь с собой все, что хочешь, пожалуйста, ты право. Если ты уже совершеннолетний, за тебя отвечаешь ты сам, а не твои родители. Если ты ребенок, то, конечно, надо слушать родителей. Вопрос о каких-то психоделиках, именно каким я отношусь с каким-то пиететом, это, конечно, ритуальные вещи, типа там грибы, что-то такое природное, что многие народы мира использовали как инициацию и как какой-то процесс постижения. Но это не то, что в современной культуре пошел на дискотеку, затаялся там так какими-то таблетками. Нет, ребята, ну это десакрализация, это какая-то фигня на самом деле. Один раз, как инициация с каким-то проводником, с тем человеком, который знает, да, это меняет восприятие мира, это дает ощущение шире пространства, там, не знаю, меняет точку сборки. Но использовать это как какую-то повседневную вещь, там, запивая, как некоторые там идут на поле, там, запивая там грибочки, водочкой, или там покупают какие-то таблеточки, сделанные какими-то юнцами там где-то. Ну это полная фигня. То есть я в принципе, ну не считаю, что это правильно. Но опять же, думать вам, решать вам. Это ваше тело, ваша голова. Но то, что вот про наши песни могу сказать, что ни одна из них не придумана ни под какими веществами. Что-то могло быть инициировано, как-то так, но это всегда трудная работа, требующая абсолютно чистого кристального сознания и восприятия, требующая дисциплины, самодисциплины и самоотречения. Никогда никаких, ну о чем вообще речь, ребята. Еще один интересный вопрос. Как Федор Иоанн относится к психоделикам? Он такой очень, знаете, с одной стороны не хочется на него отвечать на камеру, с другой стороны мне кажется, он достаточно естественный и простой. И когда-то у меня был такой опыт и я считаю, что без него я была бы сейчас другим человеком. В принципе, без любого другого опыта я бы также была другим человеком. Но, конечно, он мне много дал в таком мире фантазий каких-то. Раздвинулась картина мира, конечно же, и сдвинуть ее назад уже, наверное, никогда не получится, да и не нужно, скорее всего. И последний вопрос, друзья, потому что темнеет и уже столько я ответил. Если на чьи-то вопросы не ответил, не заметил, пишите, отвечу. Способны ли вы поступиться какими-то своими принципами за большие деньги? Ну, смотря какими принципами, ну, я думаю, нет. Ну, то есть деньги, деньги, ну, ребята, если бы реально деньги были бы важны, разве бы мы делали бы такую музыку, сидели бы здесь вот на пеньке, рассуждали бы, я думаю, что нет. В свое время отказался в разные времена двух разных бизнесов, которые бы мне, меня сейчас сделали бы, что называется, там, состоятельным человеком, отказался просто потому, что я не мог совмещать с музыкой. И сейчас, вот, лишившись работы за пандемией, я уже не имею возможности там войти в одну, в ту же самую реку дважды и как-то вернуть какие-то бизнес-проекты, я не знаю, как мне выжить, но тем не менее, я ни секунды не жалею то, чем занимался и чем я занимаюсь. Ну, не будет даже никогда концертов в этом мире, ну и что? Были прекрасные мгновения, было прекрасно, и мы, естественно, продолжим делать музыку. Даже если вынуждены будем пойти куда-то торговцами на рынок или там подметать опять склад или работать сторожем, как я работал 20 лет назад. Почему нет? Ничего, ни в какой работе нет ничего плохого, если ты делаешь от души и делаешь искренне. Я надеюсь, ответил на вопросы где-то сумбурно, простите за сумбур, очень сложно, очень много вопросов, хочется быть с вами искренним и при этом никого не забыть. Спрашивайте еще, если что-то непонятно. Спасибо вам, друзья, спасибо вам за поддержку, которую вы нам оказываете. Без нее вообще бы мы не выжили в эти трудные времена. Надеюсь, мы увидимся на концертах через год или через полгода, как все это безумие закончится. Тоже держитесь, не отчаивайтесь. Музыка всегда помогает и нам помогает, и надеюсь, наша музыка помогает вам в эти непростые времена. И, ну, просто вся моя любовь, честно. Спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что все это время вы нас поддерживаете. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова